Обнародование наследства Борисова Особняков и шикарных автомобилей у звезды экрана также не было, хотя он много работал последние годы и на отсутствие денег не жаловался. Его старшая сестра Нина никак не может претендовать на квартиру, которая осталась у Михаила, так как не является наследником первой очереди, жилье поделят между собой его дети. Жены у телеведущего не было. Первый брак с Валентиной распался довольно быстро после рождения дочери Маши. Вторая супруга Михаила Борисовича умерла при родах сына, у нее отказали почки. Отказываться от маленького Веня телеведущий не стал, поэтому был для сына и мамы и папой. Потери жены после рождения сына и роман со студенткой, трагедии и счастья Михаила Борисова. Очень многие мне говорили тогда надо отдать в дом ребенка, что ты с ним будешь делать, ты должен работать. У меня даже мысли такой не было. Мы его поднимали вначале с Лениной мамой, она уже была пенсионеркой. Я работал на двух работах. Когда Веня пошел в школу, помогла жена покойного брата. Я сумасшедший папа. Пока не узнаю, что мой сын не покушал, мне кусок в горло не лезет. Лена, когда ждала ребенка, сказала мне, на старости лет у тебя будет утешение. Собственно говоря, так и есть. При всем при том, что я очень люблю дочь, мой сын для меня очень многое. У меня с Веней какая-то связь. Только подумаю позвонить, а он уже звонит. Мне стоит о нем вспомнить, как он звонит. Еще пуповина не разрезана. Несмотря на возраст, у нас эта связь сохраняется. Я мама-папа, говорил Борисов. Субтитры создавал DimaTorzok